Поехали? Окей. Мы сейчас сидим в прекрасном месте внутри Иерусалима. Вокруг нас цветы, вокруг нас птички поют, вокруг нас ходят туристы, которые смотрят на природу. И это самое, наверное, спокойное место внутри Иерусалима. В это место я прихожу практически каждую неделю для того, чтобы попить кофе, посидеть, посмотреть на водоем, на лилии, на водопад. Иногда прохожу помедитировать, прихожу с друзьями. В этом месте нету окружающего мира. Ты забываешь об окружающем мире. Мы только что разговаривали о вещах, которые происходят. Которые происходят в России, в мире, на Украине, в Израиле. И эти вещи нас постоянно затрагивают каждый день. Как выборы, как Сенат в Америке, как президент Трамп, президент Байдена, деньги, курсы доллара, как вывезти бабки. У каждого человека должно быть вот такое место, как это ботанический сад. Потому что в это место мы должны прийти и оставить все позади. Медитация в Китае одна из причин, по которой она возникла. Она возникла, потому что люди хотели уйти от суеты жизни. Им дали причину для того, чтобы уйти во внутренний мир. Посмотреть на себя. Ну, потому что мы говорим сегодня перед Шаббатом о Параше Лехлыха. Это тоже имеет прямое отношение к Аврахаму и Параше. Раши, Рамбам, все поскин говорят о том, что Лехлыха начинается с того, что Аврахам получает задание уйти из того места, где он родился и где он вырос. Ему дается курс. Давай, сваливай отсюда и уходи, куда глаза глядят. Я тебе скажу, где ты остановишься. И он идет, он слушает Всевышнего и он идет. И он только останавливается тогда, когда ему скажут, Всевышний говорит, окей, ты пришел в то место, которое я хотел, чтобы ты пришел. Я никогда не воспринимал Лехлыха, интерпретацию Лехлыха, как свою. Она глубокая, она красивая. Я ее воспринимал только недавно, стал воспринимать правильно для себя. Каждый воспринимает, как ему нужно воспринимать правильно для себя. Я стал после того, как я прочел Гемору Баба Батра, страницу 163. Гемору Баба Батра на 163 странице Аллаф рассматривается, когда кейс, случай, когда документ становится подложным, когда мы можем говорить, что документ ложный, его кто-то состряпал. И Гемора говорит, Гемора говорит, Гемора говорит, что если есть две строчки между концом текста и строчкой, где подписывается witness, свидетель, то этот документ может быть подложным. И как мы это проверяем, говорит Раба Ильеза, это не его слова, это его квоут, что если мы можем написать два слова ЛЭХ, ЛЭХА на этих двух строчках, то этот документ подложен. Одно мнение существует, что мы должны написать ЛЭХ на одной строчке, ЛЭХА на другой строчке. Другое мнение существует, что мы просто можем написать ЛАМЕТ на одной строчке и ХАВСОФИТ на другой строчке, заполняя вверх и заполняя вниз, потому что ЛАМЕТ и ХАВСОФИТ они идут вверх и вниз. Поэтому пустое пространство между текстом и СИГНАЧа и подписью свидетеля заполняется. Как для меня это важно? Для меня это важно, потому что я подумал следующее, что в Месопотамии, в Сумере, в Акаде, когда делался документ, он писался на камни, он писался на кожи, очень мало кто писал, и документ имел абсолютно другое значение, чем у нас сейчас. Этот документ был дан свыше, письмо было дано свыше, поэтому люди относились к письму и документам с благовением и с уважением. И когда Бог говорит Аврааму ЛЭХ ЛЭХА, может быть, он имеет в виду, что документ, по которому он жил, и по которому он жил, дышал и верил в земле, где он был рожден, не существует для него больше. Потому что Бог делает этот документ для Авраама уже неправильным. Он пишет там ЛЭХ ЛЭХА. И поэтому все, что Авраам, во все, что Авраам верил, в чем все Авраам дышал, Бог зачеркивает и говорит, иди, оставляй все сзади, не думай ни о чем, я тебе дам новую жизнь, новое место, новый ботанический сад, где ты будешь отдыхать. И Авраам отправляется в новый путь, где он должен найти себя, где он должен основать новую семью, новое потомство, изменить свою семью, изменить свою мазл, изменить свою жизнь. И этот ботанический сад, в котором мы сидим, для меня это как раз не конец пути, а точка пути, на которую мы встаем и через которую мы проходим. Потому что Иерусалим, ботанический сад в Иерусалиме, это к чему мы идем, куда мы приходим. Хочу закончить следующее. В Берещит и во всей Торе мы видим, что люди идут по пути. Адам выходит из сада и идет по пути. Ноах садится в ковчег и начинает мореплавание, идет по пути. Аврахам идет по пути. Ицхак поднимается, идет по пути и опускается, идет по пути. У всех какое-то journey, у всех какое-то путешествие, в котором они что-то находят. На Востоке мы говорим, что главное не journey, а главное не цель journey, а главное, чтобы мы участвовали в этом пути. Что каждый момент этого пути мы наслаждались и учились, и понимали что-то новое. Поэтому, когда мы учим восточное искусство, мы учим быть сейчас. Но я думаю, что для евреев это не только Иерусалим и ботанический царь, о котором я только что сказал, как цель пути. А цель пути – свет Всевышнего. Он настолько непонятен и настолько завуалирован, что он больше не является целью для всех остальных. А для нас мы знаем, что мы до него, может быть, никогда не дойдем, но это наша цель. Поэтому шаббат шалом, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok